Имя Францисса Вебера знакомо многим. Ни одно поколение жителей нашей страны выросло на его фильмах. Папаша, невезучая игрушка, с успехом шли в советском прокате и до сих пор собирают зрителей перед экранами телевизоров. Пьесы Францисса Вебера пользуются большой популярностью и у театралов, собирая полные залы. В нашем театре тоже решили отдать дань уважения творчеству французского сценариста, поставив спектакль «Ужин дураков» по его пьесе. Самая главная мысль, которая лежит в основе новой постановки, о том, как важно слушать и слышать друг друга. Хотя бы услышать. Слышать – это уже большая работа внутренняя. А хотя бы услышать о том, что говорит человек, который напротив тебя находится. Неважно, в семье, в друзьях, в прохожих. Просто услышать и эту точку зрения принять от другого человека. Сам Николай Корбов познакомился с творчеством Франциса Вебера через его фильмы. В том числе смотрел «Ужин дураков», в котором французский сценарист выступил и в роли режиссера. Блестящая комедия увидела свет в 1998 году и завоевала несколько Сезаров – национальной кинопремии Франции. Но даже если вы видели фильм и знаете сюжет, спектакль в Саровском театре преподнесет несколько сюрпризов. Мы расставили чуть другие акценты, нежели в фильме. Мне кажется, более серьезные, более даже смешные. Все-таки фильм был снят очень давно, и тогда человечество думало по-другому, по-другому жило в других состояниях. Сейчас, конечно, все гораздо быстрее, и все быстрее все это происходит. В центре истории – противопоставление людей двух разных статусов, жизненных ценностей. Издатель Пьер Брашар, его в спектакле играет Руслан Шигуров, представитель богемы, интеллектуальной элиты. Он живет в роскошной квартире с красавицей-женой и не отказывает себе в удовольствии посмеяться над более низким сословием. Его очередной жертвой становится Франсуа Пиньон, над которым, кажется, жизнь и так посмеялась вдоволь. Одиночество, некоторая инфантильность поведения, рутинная работа и нелегкая жизнь вообще. Это очень хороший материал. Во-первых, это актерский материал. Я надеюсь, вы это увидите. Мне очень нравится всю историю и со зрителем разговаривать только через актера. Не через декорации музыки, а именно через тех персонажей, которые играют, актеров, играющих персонажей, эту историю, эти состояния. Премьера спектакля 25 марта. Увидеть новую постановку зрители смогут и в апреле для лиц старше 18 лет.